Торжественно и масштабно утро Дня Победы начнётся с возложения венков, цветов к памятникам и местам захоронений времён Великой Отечественной. В 10 часов на пересечении Минской и Георгиевского проспекта выстроится праздничная колонна. Шествие начнётся без 15.11. В полдвенадцатого на площади Победы центром притяжения станет митинг. «Будет выставлена техника Бобруйского гарнизона, представлена ОСА, боевая машина ОСА, КМ, командный пункт командира батареи и транспортно-заряжающая машина». На площади Победы будут работать тематические площадки, ярмарка мастеров, выставки, фотозоны, снаряжение, амуниция бойцов Красной Армии и возможность проникнуться героизмом белорусов. На полевой кухне каждый желающий сможет насладиться вкусом солдатской каши. Уважаемые бобруйчане и гости нашего города, мы приглашаем всех 9 мая на площадь Победы на праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Великой Победы. С 12.00 до 14.00, а также с 18.00 до 21.00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов нашего города. В 16.00 мы всех приглашаем в театр имени Дунина Марценкевича на спектакль «Василий Тёркин». Ровно в полдень возле стадиона «Спартак» стартует легкоатлетическая эстафета. Состязание будет проходить на призы информационного агентства «Бобруйск-Медиа». Заряд бодрости, отличное настроение ждут на финише каждого участника спортивного события. Личный состав УВД Бобруйского госполкова в период проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 9 мая, будет нести службу по охране общественного порядка, общественной безопасности и дорожной. Уважаемые граждане, просьба соблюдать меры личной безопасности, а также уважительно относиться к другим участникам мероприятия. Спасибо деду за победу. Традиционный 11-й автопробег объединит настоящих патриотов. Сбор участников с 12 до часа на задней парковке Бобруйской арены, где пройдет конкурс на лучшее оформление автомобиля. В 14.00 возле свято-георгиевского храма в небо запустят белых голубей – символ мира и добра. Затем колонна отправится к кургану Славы в Сычково. Там возложат цветы к памятнику в честь советских воинов и партизан. Наши близкие, родные пострадали в годы войны. Мой отец был забран в концлагерь для детей-доноров крови. Чудом удалось ему спасти. Мои дедушки и бабушки также пострадали от фашистского иго, поэтому эту память обязательно праздную. Мы все чтим, всей семьей. Это пробирает от глубины души. Сейчас расплачусь. Этот праздник для меня всегда был с детства самый-самый дорогой. Самый. Потому что у меня два деда воевали. Это важное очень событие для всего народа, и поэтому, конечно, мы помним и должны все это помнить, и воспитывать своих детей также. Самый главный праздник, в принципе, нашей страны – это хорошая память. Наши дети должны об этом помнить в любом случае, и мы им будем рассказывать об этом все. В шесть вечера на площади Победы горожан ждет масштабный флешмоб. В 21.00 бабручане вместе споют тематические песни. Завершит День памяти кинотеатр под открытым небом. Российская картина, расправляя крылья, расскажет героическую историю боевой летчицы. Которая в 1943 году получила ранение и вернулась работать в тыл на авиационный завод. Но, несмотря на ранение, она делает все возможное для того, чтобы вновь вернуться в небо и приблизить Великую Победу. Мы приглашаем гостей и жителей города вместе провести этот светлый праздник. В связи с празднованием Дня Победы в расписании движения пассажирского транспорта возможны отклонения. 9 мая второй автобус будет курсировать по советской Минской социалистической. 4А пойдет по Урийского, Бахарова, Пушкина, Держинского, Советской.